День поэзии отмечают по всему миру. По-разному в Денцовской библиотеке номер 3 прошел поэтический вечер, посвященный великой поэтессе Веронике Тушновой. Стихи, песни, а главное, что именно такие встречи позволяют помнить о тех, кого давно с нами нет. В рамках года литературы в библиотеке номер 3 это уже далеко не первая встреча читателей. Библиотекарь Людмила Чупикова познакомила гостей с биографией и творчеством поэтессы. В этом году ей исполнилось бы сто лет. Вероника Тушнова участница Великой Отечественной войны, создавшая всем известные и любимые стихотворения «Не отрекаются любя», «А знаешь, все еще будет», «Сто часов счастья» и многие другие. Лирика Вероники Тушновой проникнута добром и теплотой, искренностью, неподдельностью чувств, благодарной любовью ко всему, что даровано судьбой. В стихотворных строчках почитатели ее таланта видят отражение своей жизни, минуты счастья и горечи, наивную веру в любовь. Поэзия Тушновой мудра, светла и чиста. Многие стихов положены на музыку. Эти песни были включены в программу музыкально-поэтического вечера. Их исполнили лауреаты конкурса «Одинцовские самоцветы» Валерий Кузнецов и Елена Смирнова. «В море три дня и у волны тихо спросила в одном, нужно ли нам все позабыв, стать вдруг чужими на завтра». В завершение встречи организаторы получили благодарность, конечно же, в стихотворной форме. «А нам Малинин напевал, так экспрессивно и азартно. Нам было вместе хорошо. Мы в танце медленно кружились. Я в роль влюбленного вошел. А вы под музыку забылись?» Два часа пролетели незаметно. Строки из любимых произведений звучали и после окончания праздника. «Любви мы платим нашей кровью, но верная душа верна. И любим мы одной любовью. Любовь одна, как смерть одна». Следующая встреча любителей поэзии пройдет в библиотеке номер три в ближайшее время. Мила Тарасевич и Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».